На 3-4 переворачиваем, а вот еще в одну сторону, 3-4, затем убираем использование. Как поменять пеленки, постельное белье, переодеть подопечного – это только малая часть того, что нужно знать в сиделке. Правила кормления, навыки первой медпомощи, использование инвалидных колясок и других приспособлений в школе ухода научат всему. Используйте самые простые слова. Стройте предложения, чтобы они были несложно сочиненные. Говорите медленно, четко. Прежде чем взять на себя ответственность, ухаживать за пожилыми людьми или инвалидами, человек должен прийти к нам, посмотреть, как это делается, как это происходит, а потом же, наверное, решить, справится он с этой задачей или нет. В Веденском геронтологическом центре проживает 150 пожилых людей и инвалидов. Многие из них занимаются творчеством. Техники для них подбирали специальные – оригамик, виллинг, бисероплетение. Они и необычные, и очень полезные. Ну, душевная такая какая-то дача. Без дела я не могу. Мне надо что-то делать, что-то делать. Я книгу читаю перед глазами. В общем, надо что-то делать. Попасть из своего в дом казенный всегда сложно. Такая терапия позволяет отвлечься. Пожилых людей даже обучают компьютерной грамотности. Помимо доступа в интернет, есть скайп. У многих родственники есть в других городах, даже в странах есть других. И с помощью скайпа мы связываемся с родственниками. Они общаются, поддерживают связь. Это делает жизнь более насыщенной. Следующая остановка пресс-тура в селе Ильино, в выездном приемном пункте специалистов службы социальной защиты населения. Сельчан консультировали по разным вопросам. Это и надомное обслуживание, и льготы на оплату услуг ЖКХ, выплаты детских пособий, адресной помощи. Многих заинтересовала одна из новых мер поддержки – социальные контракты. У Татьяны Григорян трое детей. Семья относится к категории малоимущих. Помощь в 25 тысяч на развитие подсобного хозяйства придется кстати. Давно хотели завести домашнюю птицу. Будем заводить курт, будем пользоваться, детей кормить натуральными продуктами. Сейчас в регионе на дому обслуживается 15 тысяч человек. Соцработники не только делают уборку, ходят в аптеку и магазин. Для своих подопечных устраивают санаторий и столовый на дому, помогают возделывать огороды. Дворик у подопечной соцработника Анны Сорокиной – образцовый. Вокруг дома целый дендрарий. Фундук, можжевельник, папоротники. В молодости Нина Васильевна увлекалась садоводством. Если бы не Анна, пришлось бы бросать свой сад-огород. А она без него не может. Для пенсионерки это смысл жизни. Это сныть. Вот Сергей Радонежский в лесу жизнь свою спасал только ей. Когда строил вот храм, он вот это ел сныть. И я себе тоже в суп ее кладу. Она, между прочим, содержит все микроэлементы. Обходиться без посторонней помощи и даже водить автомобиль учит инвалидов в Центре реабилитации «Сосновый бор». За 20 лет через него прошли около 700 человек. Подопечные центры не только поправляют здоровье, но и получают профессию. Например, обувщика, портного или парикмахера. Недавно к списку добавились фотограф и водитель категории «Б». Современная жизнь диктует такие требования, что нужно быстро передвигаться. И уже своих ног или коляски недостаточно. Полный процесс социализации, он заканчивается вот именно в момент, когда человек может передвигаться в пределах своего района, города или даже соседних городов самостоятельно. Поэтому были выбраны именно эта профессия. А профессия фотограф тоже актуальна. Один из способов реабилитации в «Сосновом бору» — ипотерапия. С помощью лошадей здесь лечат. Езда верхом в буквальном смысле ставит на ноги. Мальчик на костылях передвигался очень плохо. И после года занятий, тренировок он пошел сам. Но этим надо заниматься опять же в комплексе. ЛФК, массаж, физиопроцедуры. Мы сегодня смотрим не просто текущую работу наших социальных учреждений. Мы сегодня говорим о новых подходах в работе, о новых формах в работе, которые в Липецкой области, в социальной службе сейчас применяются, развиваются. Завершился пресс-тур в реабилитационно-здоровительном центре «Лесная сказка». За летние каникулы здесь отдохнут более 500 детей со всей области за счет средств регионального бюджета. В центре есть специальное отделение «Мать и дитя», где родители отдыхают вместе со своими чадами. Здесь очень хорошее питание, пятиразовое питание. Очень много проводится мероприятий для детей. Это и музыкальный час, это и вот сейчас вы видите лоскутное мастерство, детям очень нравится. И ритмика в игровой форме, и все возможное. Сейчас в «Лесной сказке» отдыхают и поправляют свое здоровье более 200 детей, среди которых около 20 с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Федорова, Роман Авраменко, Липецкое время.